Я столкнулся со всем этим безобразием в 1990 году, поэтому, наверное, отношусь к одному из динозавров. Из более позднего времени, то, что вы, например, можете знать снаружи, то, что я отвечал за производство портала компании Яндекс в 2000-е годы, до 2004-го года, и сделал Яндекс.Маркет. А в остальном я здесь присутствую как бы, собственно, динозавр, который, наверное, что-то знает про историю, историю, историю. Дима, а ты про себя еще забыл сказать, ну, скажем так, ключевое слово Федо? Это было просто голос. Нет, так это же, собственно, это безобразие, включая в себя Федо и тот интернет, который назывался Рилком. Теш, ну, ты знаешь, дальше говорить? Ну, что? Не, Гарри, давай лучше. Нет, лучше. Ну, давай перейдем так. Я вам постраду ждать ссылки на всю историю. Она написана, к сожалению, в основном. Лучшая коллекция для этого доставляется на английском языке существует на данный момент. Нет, мы сейчас представляем. Я не просто говорю, ну, оттуда просто любое. Не на представляться. Для меня все эти передачи, наверное, начались в 78-м году. Потому что все это не существовали, просто и все это по-разному понимали, они были в разных видах. А так можно было? Тогда я тоже могу сказать. Пробовали старые люди. Ну, не, ну, почему на самом деле. Для меня первая работа была в этом модерировании сети, будущей сети, которая стала называться X25, потому что X25 я еще никто не делал. То есть сети, наверное, в Болгарии. Происходило это вот здесь, в родном институте, с родным танцеванием через полгода. Я даю связи. А там потихонечку. В основном эта работа была, то есть я все знаю, то есть это скорее 7 реального времени. И Unix, который пополз. А на базе Unix, собственно говоря, весь толчок, откуда появились наши сети. Все остальное было. Либо любительство, либо любительство. Ты пошел уже. Я очень-очень люблю Фидо. И все остальные любительства. И все остальные любительства. Мы очень любим интернет в твоем лице. Да. Меня зовут Дима Бурков. После этого, ну, в разных апостасах все это было. Это было Unix и прочее. Дима просто вспомнил, на самом деле, часть нашей деятельности, которая вылилась, то, что называлось сетью Вилков. Но это был не первый проект. В рамках то, что называлось когда-то Дима Бурков. Ну, затем пришлось сделать сетку Ростелекома. Ну, в начале, там, по мелочи, Комстарт московский. Сетку Ростелекома. Ну, и дальше разные развлечения. Последние 12 лет я был членом управления Райконцити. Ну, и как такое? По просьбе товарищей, периодически поддерживаются развитие всех тех лет. Доменов верхнего уровня. Ну, как мне называли, в молодости специалист по западному русскому счету. И от этого и отрезаться в русском течении. А что за этой фразой стоит? Для тех, кто, например, слишком много. Давайте мы обеспечаем всех, а то мы сейчас закопаемся. Дим, да еще забыл сказать, что ты организовал одного из немногих провайдера при РКОМе первого поколения в городе, в Санкт-Петербурге. А точнее, провайдера РКОМ. Вернее, как он там сначала назывался? На самом деле, все было сделано на базе ВЦ. Ну, да? ВЦА-ка не имею. В первую очередь были договора с ВЦ. Потому что, в первую очередь, все, кто были подключены... ВЦ Академии наушники. Естественно, вопрос подключения. Это уже позже, на самом деле, все было пространство. Путин, кстати, тоже был приятен. Но не помню. Про Путин их интересно. В каком году Путин был приятен? Ты из Чубаича. Сейчас я тебя представлю. Представь. Справа от меня находится Алексей Геннадьевич Нилов, с которым я имел, на самом деле, удовольствие познакомиться, работая в Санкт-Петербургском государственном университете. Еще не работаю, я еще учаюсь. Леша, ты про себя сначала расскажи. Давай про меня расскажи. Я могу набрать. Я поправлю, если что. Нет, ну это как бы к вопросу истории. Леша работал, собственно, перевелся. Я, кстати, не знаю, откуда в университет. Откуда перевелся. Ну, собственно, там мы и познакомились. Меня зовут Николаев Игорь. Я тебе перевелся. Как хорошо. Я, собственно, познакомился со всем этим странным, как только поступил в университет, внезапно начала образовываться кафедра учительной физики. Станислава Петровича Меркуриев стал психологиканом, потом ректором. И, собственно, Меркуриев сделал очень много странного и непонятного для того, чтобы продвигать просто общее университетское предпринимание о том, как нужно сделать компьютерные сети в частности. Надо вспомнить Станислава Петровича. Последний такой вот ректор, который был великим ученым, реально совершенно, как говорится, без дураков, Матвейский занимался. Матвейский занимался. Вербицкая не хуже. Вербицкая, она у нас, понятно, учит нас говорить по-русски. Вот до сих пор мы и пытаемся реализовывать это на практике, только российский язык какой-то получается. Вот. Суверенно. Независимо от русского. Ну, а тем не менее, было интересно, то есть я этим занимался 16 лет. Начали мы с того, что, собственно, клади какие-то кабеля, были какие-то мониторы, были системы на базе сначала машины СМ-1, потом HP-3000, система команд HP-1000, потом появились PDP-11. Опять же, система команд, которые всем, может быть, помнят по ДВК. До этого было СМ-4, до этого СМ-3, ну и прочее там. Персональный компьютер выглядел как две стойки там с музыкой. В общем, было забавно. Вот. Но, тем не менее, до сих пор я работаю в университете, то есть я знаю вот эту университетскую часть, и нужно признать, что отсутствующего чечника. С музыкой это был эвфемизм, чтобы вы понимали, да. Люди могут не понимать. Да, было довольно шумно, и спать на магнитофонах было довольно забавно. Слушай, наверное, мыёшься сегодня на магнитофонах двухметровых, спать неудобно. На дисководах удобнее. У университета было пять в ряд, и я спал наверху, и у меня было незаметно. Где ещё спать-то там хорошо есть будет? Вот, это там на втором этаже вот. На первом этаже, по-моему, финны и французы ставили какой-то цельноукраденный компьютер. Сначала они собирали у нас, потом и везли. И в университете там был такой исторический дисциплиной класс, где потом... У Золотарёва? Нет. У Золотарёв это была отдельная считалка. Про него Туви может рассказать, он там работал. Я в нем могу пальцем показать. Золотарёв представлял себе учительный центр университета, как перед сдачей не торсуют. Если кто не помнит, есть такие карты, которые перед сдачей не торсуют. И компьютер представлялся два стола. На одном сдавали эти карты пачкой пробитые, а на другом забирали результат работы. Цикл работы был в идеале одни сутки, а в реале три. Ну, потому что прийти, сдать, перебить, перепечатать. А у нас там был некий хай-тек, потому как были персональные компьютеры, персональные три шкафа. И, соответственно, я работал компилятором, смотрел на программу. С магнитофона мы приносили ленточку, на леточке экран. Надо бы представляться дальше. Я как-то начал рассказывать. Задок интересно. Еще не устроил представляться Слава Ольховченков. Насколько я понимаю, Слава работал на Риковском проспекте в конвее, а до этого я не помню где. Ой, до этого где только не работал. А что такое большое место было в конвейке. В общем, карты, которые перед сдачей НТСОТ работали долго, мы сделали дисплейный класс. Я становился прикомпилингом, потому что, когда человек приносил с ленточки программу, а там было неудобно, ты писал на магнитную ленту, экран терминала ВТА-2005, зелененький такой красивый, сверху магнитофончик, две ленточки. У магнитофона был бешеный бонус. У него нужно было закупать басовские кассеты С-90. Он на советских не работал. И к нему был положен спирт. Спирт меня не очень интересовал в те времена. Его было в университете и так много. А кассеты, это было хорошо. И вот эти басовские кассеты я до сих пор по углам дома нахожу, потому что, ну понятно, кассеты пачка. Каждый студент получал кассеты. Ну, сейчас этот студент, наверное, получает приличный узор, там лаптоп. Ну, не знаю, что он получает, кроме зачетки. А ты получил кассету. И, соответственно, ты набивал экран в автономном режиме на мониторе ВТА 2002. Там были стрелочки. Ты мог набить экран. Но всегда рекомендовали набить строчек 15-20, чтобы место оставалось. Это был совершенно автономный дисплей. Их стояло в дисплейном классе по 12 штук. Был кровавый интим. Красные шторы, зеленые терминалы. Красота необычайна. Причем... Нет, пожалуйста. Терминалы ВТА 2000 были не зеленые, а белые. Это у них экран был зеленый. ВТА 2005. Он был серым, грязным и чего-то. Ну, изначально он был белый. Клавиатуры черные. Клавиатуры черные. Кнопки герконовый. Красота необычайная. И, соответственно, когда человек дает программу, программа воли перекопирование стильным образом. Вставляет кассету, я считываю, с кассетой не считывается, это печаль. уже зачем его и заново зачем-то украл басовскую кассету зачем ты считаешь мне советскую это не прочитает не прочиталось и перебивать чек дает эту программу и дальше здесь два варианта либо их тупо скопировать туда на счет либо я смотрю так здесь 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 ошибка вообще этот код пишется не так на тебя рабочую и перебивание потому что ты знаешь примерно какие задачи есть ты знаешь как они решаются стандартные ошибки в языке for tram 2 фортрани 2 отмечу еще не было и в условиях было и в целое число метка куда идти меньше 0 равно 0 больше отлично изогнем поздно вот студентов можно сказать научить физики учили программировать на фортрани 2 было большое народное счастье терминалы подключались модулями быстрой передачи данных мбпд модуль быстрой передачи данных на шине 2 если всех надоело перфоратом 0 3 давал скорость 150 дырок в секунду а 15 0 1 1500 байт в секунду дорогой ты забыл про насчитывать сп3 у которого 200 байт в секунду и забыл про перфоратор пл 80 ленточный у которого 80 символов в секунду предлагаю блиц каждый в два слова рассказывать как он вообще столкнулся с явлением которые потом назвали сетью так куда ты была сеть бпд я про них начинал в документацию указано расстояние на которое он работает 8700 чем-то километров сочный километр я удивлялся что это за число три года а потом нашел что-то не от кушки до калининграда до калининграда это границы советского союза максимально длинные линии то есть так реально была система которая использовалась для системы железных дорог и соответственно она вот могла работать на короткие расстояния на длинный и вот по двум коаксиальным кобелям передавал мы весь факультет опутали коаксиалы то есть подвал подвале тянешь кадры совершенно романтичная работа мы пытались тянуть дальше вы матрику кабель кончился при этом я отмечу что вы были если вы если вам стояли отдельные железки большие толстые концентраты то есть какие-то сети были мы знали одним ухом что где-то есть большая академия сеть но про это где-то там в академии наук стоит сайбер 25 и там есть какая то есть где-то супер в есть великая к этим сеть куда нас не пускать может быть петербург урешь ты все университ в академии пустили мне меркуриев поручил как раз этим заниматься тоже вам снова и вот и да можно было реализовать только в здании 12 коллеги самый сайберу там через менделеевскую линию другой стороне улице из окна ведь процедура выглядела шикарно в этой самой академии сети надо передать какую-то информацию этот каком рода успомнил радиовольствия созваниваешься давно вот например дима или кем-нибудь из его коллег созваниваешься еще там дальше поцепочили ребята в такое-то время такого-то числа пожалуйста на свои компьютеры вот накопители на сменных пакетах дисков засуньте в соответствующий пакет дисков вот такая вот война вот такой толщины пакет дисковые шести дисковой вот такая дура диски которые не поменялись вы наверняка видели их на розы используют коричневый такой блин такого размера распиливают антенна антенна телевизионная самопальная 5 мегабайтов сколько одна такая хрень помещал на себя 5 мегабайт брешь 20 мать вас варьешь пакет дисковые шести диска и вмещался 4 целых 76 соток до байка тысяч добавит и не в разных 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 упаковых путей еще мегабайт будет десять мегабайт а это это пакет вот такой типа вестеральные машины по размеру дисковод там был получше цены пакет но подключали их декой к бему но изначально оба эти дисководы и вторая вставляющийся в пакет и все новые юзера приходили слушайте у вас на всех дисках вторая половина одинаковая так вот в сети под названием академ сеть для того чтобы провести передачу каких-то данных через эту сеть вот зазваниваешься в пять точек одна точка хорошо по городкому телефону остальные точки там межгород международка одно международкого автомата тогда не было хрен прозвонишься вот договариваешься по всей цепочке что все в нужный момент поставили в нужный дисковые пакеты запустили соответствующие нужные программы сразу те кого интересует история интернета если еще не научились читать по-английски просто набираете google интернет или же history там найдете первый том вот хоть визовую бумагу это нормальное университетское издание в первом томе есть соответствующий по первым все таки и раздел приложение где не только есть описанная история передачи данных советском союзе начало россии но и ссылки на остальные все свидетельства и прочее а здесь будет лирика больше а там можете прочитать про многое там есть потому что на 10 лет один стариков корейского интернета попросил меня не хотим ли мы попыток написать в европе было много но в рапе они все загнулись потому что каждому кому начинали серии вообще начиная с арпы есть кто еще не помер все равно в архивах это было 100 лет просто народы в забывают что как было и начиная с десяток кто на что отвечала как было на самом деле но старики где-то восьмидесяти начинают более быть откровенными нам очень интересны но забывают не это понятие поэтому пишут открытым текстом чем помнят кстати дима о письменных источниках буквально вчера совершенно случайно очень неожиданно для себя вдруг обнаружил интересный сайт а чем точка вниз точка и там никто не понимает человек автор к и 8 между прочим автора международного стандарта который был принят изначально в русскоязычной части интернета разработаны в америке интернет изначально предпочитала наша первая попытка участия в эти как это же это спорт после как как ну велком загнулся то никого уже не послали в годы найти где мне беги вперед так вот самый Андрей Чернов который был одним из в российском интернете даже в советском интернете я так сказал в велкоме присутствовал с самого начала на его сайте он к сожалению около года назад умер но сохранился его сайт года полтора сохранился его сайт на котором есть довольно много воспоминаний таких в виде интервью сына солдатова интервью с разными ну я бы осторожно по моему и с тобой по моему и с тобой интервью и с Вадиком Антоновым и с Димой Володиным и с Димой Володиным Кооператива Демоспорт Москва вот грубо говоря ну можно считать что самой первой точки интернета в Советском Союзе и первое соединение с Советским Союзом Ключевым было другое сеть появилась потому что проверяя в учебе несколько десятков администраций появилось несколько десятков системных администраций и запуска через Советскую Систему Обучения обучение Unix ты видел что в этом ездили и ставили и читали эти курсы Дима ты в каком году приволок этот самый дистрибутик БД для меня восемьдесят первый год два точка сколько версия была два точка восемь первая которая была везде которая была везде PSD для машины PDP-11 который не работал на ДВК потому что там таймер был кривой конкретно ну таймер там был конкретный нет а дальше другое так у нас не было ваксов поэтому мы все с ваксовой версией таскали 32 битные на 16 битную переделывали они были все с ошибками просто знали у нас кто-то их сработает все доделывали все доделывали потому что это не работало еще ладно, какую дату назовите снаркера когда появился первый канал UACP внутри Советского Союза из Питера в Москву В 89-й 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 а когда появился первый канал на финнов Петри и Алгьяло связались Дайлапа 90-й 90-й 90-го года кстати говоря не помню 24-го вчера как сейчас не помню как сейчас не помню а откуда это первая годовщина мы просрали пропустили были отвлечены на путь на ГКЧП 91-го года а откуда этот самый линк делался самый первый делался нет на земле нет не постоянные постоянные линки были простые не постоянные дайлап сейчас крем-вакса начинщик подожди то есть постоянные когда мы перешли на самое другое TCP и IP не использовали потому что за все всякие причисления TCP прокачивало больше типотепных линк ну а почему между темами TCP используют при москве между темами и аистов обычно телепитов Питер Барнаул на этих линках после Питера мы использовали единственную релейку которую ставили цифровое радиовещание в Советском Союзе на Прибалтику мы использовали здесь с Томбером нет на чем-то до двухмегабит но первый цифровой канал наземный был уже из Эстонии которая отделялась а до нее цифровой это был рейт который поставил там и мы скажем так на последнем издыхании с Тоборовским провезли это через границу из Владимира мы реэкспорт интелла интеловского компьютера чисто интеловского компьютера за рубежи в суперрородине а он тогда по-моему Бодесбарга был нужно было видеть лица пограничников таможенников так вот давайте еще оттуда оттуда из Сталина шли сюда а затем перевели потому что первые продажи лево они были под договором у нас была универсальная лиц мы получили что мы могли делать все представляете международной 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 с с с с вот он был директором праздников америки через какой-то канал связи я говорю ну ешь ты о чем ты какая америка правда работает на самом деле и всех пускают и на халяву на халяву я говорю да ладно ну вот приезжаешь вот такая афинская набережная там все это происходит афинская да давайте посмотрим почему на халяву это связано с развитием у нас телефонной я приезжаю туда и там сидит авгар такой волосар смотрит на меня мутными глазами что надо вот тут у вас какая-то вот это интернет интернет слова такого не было не-не-не-не сеть какая-то электронная почта он говорит имя придумал типа домен придумал пишу сюда потом так садится роняет руку на клавиатуру записывать то что получилось вот тебе пароль и не приходишь в сознание выгоняет меня совершенно охреневшие мы возвращаемся домой заводим модем получаем дискетку значит софтом 2400 на 2400 как это все так полагается да без МНП 2400 2400 2400 2400 это не первый модем и я помню первое письмо которое я написал в слушай может быть 1200 может быть 1200 первое письмо которое я написал в интернет значит в юзгруппу вот прям первое письмо моей жизни это была ньюзгруппа какая не помню какая там какой-то музык я написал чуваки пишите мне тексты отеля Калифорния мы написали это письмо и замерли потому что дальше непонятно что с этим всем делать вот даже открылась такая бездна во мне самолетик сложили бумажный что-то написали и запулили туда и мы сидим дальше пошли на кухню чай пить чуть-чуть что делать и каждые 15 лет попроверяем цену и через какое-то время приходит ответ из Соединенных Штатов и это это не в Советском Союзе да вот собственно граница закрыта ничего еще нету конкретный с собой а оно приходит какой-то мужик тебе пишет что в общем слушай мне сегодня лень я на работе сижу с памяти написал я сейчас быстро закончу свою речь после чего мы нашли уваговский файлсервер который умел посылать файлы в юнкоде и первая рефлекторная попытка которую мы сделали к хреновой маме весь его скачать то есть вы просто сели каталог распечатали и просто по кругу с него направо да по поводу это вот вот дим ты сказал что некоторое время ждали поскольку напрямую с клиентской машины с юзнетом связан не был для этого выдавался список в группе на которую вы подписали ух перечень тех ньюсовых статей которые появлялись я там галочками должен был отметить те статьи которые мне надо отослать туда список приходил раз в полдня минимум полдня ты ждал и раз в пятнадцать минут этот вадиковский сервер выплевывал почтой сами эти самые статьи понимаете это фейсбук того времени ваши друзья написали список по полдня ждешь этого выбирайте что прочитать нет поточни на самую маленькую вещь вы должны понимать что не было противоречий что с 81 года через шлюз удаленный доступ к компьютерным системам через шлюз ясно соцсистемного анализа он был он был существовал он был просто удаленный доступ и определенные блатные конторы они имели периодически не только терминал значит насколько я знаю поверх терминалки просто другое терминалка была но как правило использовали использование было регламентировано стояли ленты кгб которые все это писали или безопасности было супер в частности в девяностом году одно из самых первых совместных предприятий в советском союзе это сюда в питер не в москву пришел пришел монстр пришла одна из самых крупных на тот момент международных корпораций корпорация они организовали совместное предприятие ордена ленина государственного университета имени Каштанова совместное предприятие мыло и маленького мишку беленького цифра 1 красный подожди офис этого совместного предприятия разместился в здании так называемого ректорского флигеля это соседнее здание университетской набережной соседнее здание с зданием двенадцать коллег для этого потеснив тогдашнего начальника товарища путина а именно проректора по международным связям госуниверситета Юрия Вячеславовича Молчанова который вы, может быть, знаете дальше он, например, был губернатором Петербурга на самом деле он сам пригласил это предприятие ага пригласил скорее бога его пригласил да у нас у меня был научный руководитель которого немножко потом застрелили и который собственно говоря закрывал глаза на то, чтобы на работе вместо того, чтобы учить тех самых студентов на мат-физике ой, науч-физике учить их работать с компьютером мы развлекались с Юниксом Димой Павловичиным и с интернетом и низкий зато поклон Сергею Сергею Анатольевич Багаев на самом деле великий был человек это, например, человек Сергея Анатольевич Багаев заместитель заведующего кафедры выслительной физики физического факультета лингуса завкафедра был ректор во-первых, Багаев посмотрел, что такое интернет на лаптопе ректора у ректора был лаптоп у ректора был диалаб диалаб и у него была международная связь потому что она была лаптопка у него ректора был вот такой вот амстрат полноразмерной клавиатуры вот такая вот певалина с одной дискетой трехдинговой и зеленым ну, слушай, я сам Меркурьева это там сразу настраивал и всю эту хрень бы заставил так что знаю так вот ты меня немножко перебил вот тогда с сетями X25 мне хорошо запомнилось такое приперлась целая команда из этого Procter & Gamble осваивать новую территорию вот этот кабинет где первая это одно из первых совместных предприятий в частности туда приехал такой великий могучий чиновник финансовый директор международной корпорации Procter & Gamble некто Диего Гартес обитатель Америки но при этом гражданин Швейцарии он привез с собой ноутбук это я первый раз в жизни увидел не такой лаптоп а более-менее нормальный ноутбук на сверх производительный на тот момент процессоре Intel 386 и у него как-то не складывалось через хреново работающие российские телефонные советские телефонные сети связаться вот зайти по много-много-много цифр и сказал а вот пароль записывать не надо но постараюсь его запомнить это слово очень сложное еще повторяю пароль финансового директора международной корпорации Procter & Gamble значит пароль пожалуйста бумажку записывать не надо потому что не дай бог кто бумажку подсмотрит попробую его запомнить я довольно долго мучился запоминал потому что это слово было абсолютно мне неизвестное и как-то вот ну хоть я все ждут хоть я по-английски говорю свободно но слово для меня не значило вообще абсолютно ничего я его запомнил я его помню до сих пор это сам пароль да кстати о птичках потом я еще так ради интереса 4 или 5 лет проверял пароль так рогал что тот же самый пароль финансового директора международной корпорации потом его изменили поэтому скажу пароль был такой только ни в коем случае не записывайте в лендометр море ли мы у нас до сих пор на всех роутеров от аннепл от а на А в университете у нас интернет появился, только не на лактопе Меркуриева, куда он сначала стоять не захотел, а на дектофе ректора, прямо в кабинете у ректора. Это был февраль 1991 года. Все. Товарищу Меркуриеву была поставлена эта зверюшка, установит он здесь необходимый софт. А модель, чтобы связываться по диалапу, Меркуриеву прислал его знакомый Дима Курис из Америки. Это эмигрант. В детстве родители эмигрировались из Советского Союза. Один из, скажем так, сетевых активистов конца 80-х, 90-х годов. Известный, например, тем, что он занимался русскоязычной версией текстового процессора Тех, который был создан, если знаете, таким очень интересным дядечкой. Точечный, длинный, точечный. Ты с ним, кстати, встречался? На начале, вы знаете, как выдавал Легерта. В основном из Советского Союза к сеть выходит Дима. Дима Володя, Дима Бурков, Дима Курис, подожди, Джиганфлай каково? Везнюк, по-моему, тоже Дима был, да? Так вот этот самый великий скандалист, вы знаете, ДЛВ, Дмитрий Львович Курис, на тот момент научный сотрудник City University of New York. Он на какой-то математической международной конференции познакомился с ректором Ленинградского университета. Они там немножко заружились, хоть они и разные поколения, Дима на поколение младше. И когда Меркурию захотелось пользоваться электронной пости, Дима Володя ему из Нью-Йорка прислал модель внутренней на 1200 бот без коррекции ошибок. Вот это был самый первый модель, например, возникший в Питере в университете. Как жил через таможню? Что? Как через таможню? Ректор показал через таможню. Нет, не ректор, не ректор, ему приют. Большой личный случай. Не сам ректор. Просто, ну господи, платка вот такая. На Виме университета? Нет, не на Виме университета. Я сам скрывал посылку. В соседнем доме с городовым институтом, где Меркурию захотелось. На какой-то время посылали диск с Юниксом, он не доехал. Посылали еще раз, он опять не доехал. Поэтому я скажу. Я думаю, до мне до сих пор висит долг перед советской таможней, и завоз со Спаркстейшн они не упадают. Потом, через где-то месяц жизни интернета, как бы, на столе у ректора университета, я начал ему аккуратно капать на мозги. Дорогой Станислав Петрович, ну это как-то не скромно, что во всем университете интернетом можете пользоваться только вы лично. У меня в это время, одновременно с подключением интернета Меркуриева в кабинет на работу, одновременно я подключил свой дом. Причем у меня модем был не 1200 года, а 2400. Дальше я начал капать на мозги Меркуриева, что вы так не скромно, только вы один. Ну, в общем, удалось уговорить, что в главном здании университета, в здании 12 коллегий, было выделено отдельное помещение. А что такое отдельное помещение, попробую на примере объяснить тогда. В здании 12 коллегий, когда Андропов до того вводил там драконовские законы на опоздание на пять минут увольнения, вот в один прекрасный момент все узнали. Завтра будет проверка посещаемости. И все сотрудники университета, которые в главном здании работали, пришли вовремя на работу. Это был кошмар. Потому что в главном здании тогда было приблизительно 0,3 квадратных метра на сотрудника. Такая вот плотность. При этом Меркурьев выделил, нашел способ, правда там в месяц почти это тянулось, нашел способ и выделил помещение, сколько там оно было, где-то метров 15-16, наверное. Но с окном. С громадным окном в систему. Причем помещение вот просто через стенку от кабинета ректора. Портком вывел, по-моему. Он оттуда выгнал этого самого заместителя проректора по научно-исследовательским работам. И на этом месте поселился, собственно говоря, как тогда называлось узел-сетирилкомп. Вот этот вот гад, вот он, через два стола сидящий, руками и ногами отбивался, чтобы этот самый узел-сетирилкомп, вот он фактически функционировал как узел технически, а вот этот злодин руками и ногами отбивался, чтобы университет, как этот узел, не получил официального статуса узла. И все заканчивалось в эти времена. А можно, вы будете датировать научную деятельность? Я смотрю, кто-нибудь там, президент Академии Наук, который говорил, вот надо поддержать хорошее начинание. Голоснет называется. Релком, совком, битком. Машина в Курчатнике называется Релком, совком, битком. Какое название взять? И еще не Релком. Ньюком был, да. Пинком, ньюком, битком, релком, совком. А какое название взять? Никто не знает. Я знаю. Голокуляк? Нет, врешь. Не врешь. Не врешь. Родник расскажет. Когда раз... Ну, Леш, пойди, выноси сюда. А, да, я сейчас. Пишу, не могу это регулировать. Понятно? Да, бывает, насекарно. Ну, здесь-то не редко. Вот. Ситуация была такая. Нужно было зарегистрировать. Вот ДНС тогда, как сейчас, вот не существовало. А, вот, определенная система. Доменная адресация. А существовала единая база данных. Делов не вводи, пожалуйста, в заблуждение. Отличие, действительно, когда мы запустили здесь, почти сразу же была введена. Сразу же была введена доменная и не баговая. Я Вазик быстро написал, а почему он появился сразу с тобой. Правильно. Решали мы это, наверное. Пять минут у нас заняло решение. Подожди, но немножко раньше. Когда надо было... Это была шлюпка, которая была сделана. То есть, мы за рубеж просили дотацию ЮСП, а внутри работали в ДНС. Слушай, я немножко про другое. Когда надо было зарегистрироваться в этой единой общей мировой базе данных, домен, например, база данных тогда была в очень интересном месте. Куда смотрела КГБ? Это база данных с указанием, например, на каждого, грубо говоря, домен, контактное лицо с указанием адреса, желательно географический координат для домашнего телефона, почтового адреса, там всякого всего. База данных находилась на компьютере с доменом именем ник.ddr.mil Кто расшифровывает? Что за компьютер такой? ДДР.mil Ну, во-первых, не все, на самом деле. Для того, чтобы такие... Как некоторые разгильдяи, на самом деле, не выходили из-под контроля и дальше не скрывали захет. Спокойные люди, как Жора и Маша, ну, типа Натальи. Да. Они приводили вас в чувство, заставляли заполнять данные или просто заблокировали, фильтровали, чтобы вы никуда не ходили. Секундочку. Я немножко... Маша была хуже РКНа. Слушай, это тебя так не повезло. У меня с Машей было прекрасное отношение. Что минимум не возникало. Так вот, для того, чтобы в этом самом сервере на Пентагоновском компе зарегистрировать сеть в России, нужно было придумать этой сети в России какое-то название. Советском Союзе. Ага, в Советском Союзе. Вестись там. Тогда в Красной Гомнате Демасов собралась толпа отцов-узнавателей, и началась чесание репы, попытка выдумать что-то. Придумали, что на верном названии должно быть что-нибудь от слова коммуникации. Комп. А вот дальше все... На некоторое время за все, понимаешь? А потом... Ты же пропить руку, что сказать. А потом Вадик Антонов плюнул, ему надоело. Он подошел к компьютеру и быстренько нарисовал программку, которая генерирует все произносимые буквососчитания из шести букв, скончающихся на том. Полет фантазии потрясающий. Даже все проще расслабить. После этого Валера Бардин... После этого Валера Бардин ткнул наугад, пальцем распечатанный результат работы программы, выбрал случайное слово «релком». Когда компьютеры в «релкоме» на этом самом музее начали размножаться, Бардин на этим компьютерах были выданы все самые вкусные. «Юком», «Битком», «Пинком». Я помню, как потом раздавали региональные чтамина, и я прихожу, и Бардин ржет. Говорит, что ты ржешь? Говорит, что Екатеринбург вы домен сделали. Я говорю, что Ебург! Счастливый такой. И именно так. Я впервые с ДНС знакомился... Значит, начнешь, что к миру были подсоединены поверх Егона, но совершенно нормально. Знаменитую шутку про доменные имена Советского Союза и России все знают? Значит, какое было доменное имя национальное ВКНИ для Советского Союза? Сон. В Америке не было. Во-первых, не Екатеринбург. Это репорта раньше было, да. Но РУ уже был ВКНИ. Его регистрировали. Его позже, да, его намного. Значит, когда был переход... Ну, вообще-то регистрацию РУ вот-вот занимался. Короче, когда меня впервые отдавали логины для доступа к Оллу, да, я как раз начал уже сразу с вражеских голосов, по сути. Америка Онлайн все дела, да, через как раз Совком. Значит, мне сказали, что была раньше СУ... Америка Онлайн тот, который до того САВАМ Телепорт, до того СФМТ, Сан-Франциско Москва Телепорт. Вот? Да. Нет. Значит, когда я подключался, этого термина нигде не фигурировало. А это старые его названия? Естественно. Потому что, когда Совком давал как раз соответствующий адрес, да, и говорил, как через диалог подключиться через себя, у него этого уже нигде не было. Вообще. Я об этом узнал, например, только уже после 2000 года. Вот. Но самую шутку мне сразу рассказали. Значит, они сказали, что, значит, был домен. Домен назывался POS.SU. И после изменения геополитической обстановки его пришлось переименовать в доменпост.ру. Вот. Я на всю жизнь эту шутку запомнил. Интересно. Нет, это так все нет. Давай поймите. Домен был очень просто. Потому что когда подключились... Володя написал слово PASTEL. И через неделю... Про PASTEL она отдельно. Вот. А это надо рассказать. Это шикарная история. А RYU, на самом деле, честно вам скажу. Я что-то не помню. И Семенюк тоже не совсем помнит. Но Платонов до сих пор уверяет, что мы с ним, мы говорили PASTEL, дать нам RYU, не отдаваясь ее. Вот. Нет. И СУ точно не отдаваясь? Нет. У меня имейл адрес не менялся с девяностого года. А он купил все собаки в СУ? Нет. Понимаешь другое, что со всем безобразием какое. Мы не помним, как мы это сделали. Ну Джона мы помним. Ну Джона тоже не помнит. Почему он не RYU? По-русски. Кут. А почему СПБ, а не Ленинград? СПБ, а не Ленинград? СПБ было просто самой благозвучной из того. СПБ, а не Ленинград, это уже... В общем, у нескрупничьи это предложило минуты. Изначально. Хотя город еще был Ленинградом. А у нас с RYU ситуация все-таки другая. с доменами RYU, а не RYU по очень простой причине. На тот момент вся система адресации в интернете была такая. Существовали изначальные американские .com.com.net.org. Все дело в соответствии с УА 3166 и все, ничего не менялось. И все остальные домены верхнего уровня, кроме вот этих исходных американских, они были обязаны соответствовать двухбуквенному ходу страны по международному ООНовскому стандарту. А для России было РУ и все приятно. После России не было просто решение, что... Нет, нужно иметь какую-то систему. Вот и все. Но это в РУ было написано, то есть на тот момент можно было считать законы. К тому же вопрос. Он был разъяснил. Когда-то стандарта был, когда-то не было еще России. Да. Как только в ООН зарегистрировали документы, который вступил в силу о том, что место Советского Союза в Совете Безопасности ООН по наследству как бы переходит от России, вот тут же совсем не мы и не технари. А вот какие-то там чиновники в этот же момент, в этот же день внесли изменения в международный стандарт о том, что цифровой код 007, который у нас в телефонах, плюс сим, который переходит от Советского Союза в Россию, а вместо СУ и СУР двухбуквенные и трехбуквенные код для Советского Союза появляются РУ и РУС. То есть здесь РУ, а не РФ, этого мы выбирать не могли, это было зашито в международном стандарте на тот момент. А план нумерации? План нумерации. Семерка была, так и осталась. Это был в Советском Союзе? Да. Эта семерка была в Советском Союзе. А в Казахстане та же самая тоже семерка. А потому что это был Турш. Казахстан получил три цифры. Подумал, это что, мы в Россию по международному вызвали? Концепция в том, что до сих пор много где звонки в Казахстан не торефицируются как международный. Вот так вот. Идут на север. Да, нет. До сих пор работают. Просто еще эффект с... Эффект с доменами тоже был смешной. Я помню, что когда был барзат, там были громкие крики «А давайте все получать доменную руу, а будет в лесу нет». Мы не выдержали в какой-то момент. Им позвонили некому, ну, еду университета. О чем мы не думали? Ну, мы позвонили, говорили, ну, университет хотим домен, да. Мы говорили, да вы что? Санкт-Петербург стоит в университете. Он свободен? Ну, забирайте. Мы его забрали. Он пять лет был бесплатен. А почему? Ну, так постановление, вот там. Какие-то американские бумаги. И у университета Санкт-Петербург была бешеная проблема. Как платить 100 баксов? Не в самих деньгах проблема, а в том, как часовой механизм их... Оплаты по бухгалтерии 100 баксов. Безнадоличный расчет в валюте. При этом, четыре года за нас платил Натанил Трампу, такой совершенно святой человек там, а вообще были святые люди, совершенно экзотические. Например, была такая Оля Галкина, которая со своим молодым человеком, Лешу Тутубарина, который там всем известен, я думаю там проект «Черный квадрат» раньше, а сейчас просто всем известен. Ну, тем, что он разное для фотоаппаратов пишет. Он тогда где-то болтался на геопатии, насколько я помню, у меня он был. Они его привлекли к какой-то своей странной конторе. Собственно, там молодой человек у Халкина ухаживал за Урой Галкиной, а Леша они привезли, чтобы сделать некое совместное предприятие, которое что-то будет делать. И оно там что-то разрабатывало. Что она разрабатывала? Что-то айтишное? Это мало кто помнит. Вот эти люди волокли разную технику. Был такой классный людей, который волокли технику. Нам волокли разную технику в университет шведы. Причем периодически. Кто тебе бит подарил? Не один, а два. Несколько. Шесть штук. Сначала шведы подарили два телебита. В модеме телебита? Я его говорил. Эти самые телебиты я на горбу в дипломатии. Выкинул коробки. В дипломатии. Тараканил в самолете вместе со всеми кабелями. В Пулково прилетаем. Проходит через эту рамочку, через сканер. А там что-то такое. Какие-то железки непонятные. Какие-то провода вот такие. У этого самого таможенника или не помню. Таможенника просто волосы дыбом были. Что это такое? Это подарок из стокумского государственного университета. Ленинградскому государственному университету. Два модема телебита. Пишка была в том, что Dota, CPI, IP. Собственно, выходила почта в OCP. Почта в OCP обычно ходила к получателю много. Ну, смесь серверов, например. А от получателя мало. В общем, трафик не симметричный. Т-2500 это был такой специальный модем с протоколом P. Который умел хорошо именно OCP. Модем, который знал OCP. Ходили легенды, что он работал даже не по телефонной паре. Когда один правый табор, он все равно как-то работал. На самом деле, эту историю могу чуть подробнее. Был ринг в Москве между двумя узлами Орелкома. Между узлом ГАЕ, метро Октябрьское поле, кто знает. И узлом ДЕМОС, Обчинниковская набережная, метро Новокузнецкая. Лежал так называемый прямой провод. Телефониты скоммутировали, проводочек. И стояли два модема Телебит. А Телебит был в Америке разработан ради установки модемов на военных базах в окрестностях Индии и Патистана в тех краях. Там влажность такая, что лом в землю отхрёшь. Он через пару-тройку недель проджавеет в труху в ноль и рассыплется. Модем Телебит, в отличие от всех остальных модемов, на этом самом протоколе ПЕП Он несущая частота, на передачу несущая частота, на приём две частоты, как вот стандартно было. А в протоколе ПЕП хреновина промеряла вообще всю полосу от нуля до, не помню там, где-то 10-15 кГц, делила не на 511, а на 256 каналов. На каждом проверяла сигнал шума затухания и дальше таким практически белым шумом шмалял все каналы, которые сигнал пропускают. Вот цифровой сигнал делился туда и широкополосный такой сигнал передавался. За счет этого помехоустойчивости, ну, была. Просто... И плюс... ...вот такие ладони керамических корпусов. Центральный процессор модема Телебит вот такой. Ну, хорошо. Вот такая вот дура. А потом по всей семье... Чекунда. Чекунда. Так вот этот самый Телебит, у него ещё действительно был так называемый UCP спуффинг заложен. Эволюция Телебита получила во всех DSR-ских линиях, после которых через 10 лет это всё получили так во первый раз интернет. Всё. Вот. Так вот, случилось горе. Этот самый протокол ПИП, он работал на скорости по тем временам совершенно бешеной. А ну помнишь сколько? Ну, это зависело от качества каналов. На ПИПе максимальная скорость. 38 с чем? Врёшь. 18600. Нет, нет, нет. Я не дописал. 18600. 18600. 19200 это было уже быстрее, чем ПИП. Так вот, работал канал в Москве KIAE DEMOS на скорости эти самые 18600. А причём половина клиентов, грубо говоря, в совке во всём была подключена к DEMOS, а половина к KIAE. То есть трафик там между этими двумя точками был бешеный. Вдруг в какой-то момент падает скорость с 18600. Где-то, Дим, не помнишь, там где-то 4 или 5 килобитр в секунду. Что-то такое. Сначала хворяемся в железках. Ничего понять не можем. Понятно, виноваты телефонисты. Обращаемся к телефонистам. Обращаемся к телефонистам. Телефонисты лазывают там по колодцам. Обнаруживают. В каком-то колодце, а, или в каком-то распределительном шкафу, винтик отвинтился. Вот пара идёт, телефонная через которую модель подключён. Винтик отвинтился, один провод упал в лужу. И сядет через лужу. В Диме, уже не в трёх, а два секунды. Да не байк это реально. Нет, всё развивалось. Насколько быстро и в Москве. Здесь вы подключились к искрива и использовали цифровую. И цифровую была от пота. Да, то есть качество всё равно и меди и станции, и коммуницирующих, оно было достаточно. Но что ушло не падает. А М9 когда появилось? и показали машину под названием крем вакс потому что до того ходили в такие байки как могу рассказать про машины мозг вакс я не шучу сановцам стало обидно они предложили этого самого сана жестким условием он должен называться кремл сан 1 и 2 жесткого условия на нем должен быть праймаре днс домена и суп а он уже спорка кто-то сначала тема состоял потом на вот собственные дети приехал сначала демочек стоял где-нибудь просто у москве побить было цифровая линия со времен союза пола звездный городок все эти связки и так далее расстоял американского оборудования тиван собственно говоря мы же использовали конвертеры и манриева то что присоединять связка с американских до юга и то что вы могли выходить международный канал а вот как вообще удивить и стал конечным потому что вроде телефонные тогда еще были совсем совсем советские дело в том что дело в 93 году на самом контексте как и в европе началась приватизация демократизация цивилизации целиком и было запущено и я помню конкретно она прошла в 94 у нас в реальности но готовилась она начиная с 92 то есть эти документы кто как то что пришла приватизация министерства связи москва-питер хотя он всегда отрицал что он участвует собственно говоря мы получили это софтелеком то тем то что подрос телеком связи инвестор последствий даже вроде неприватизации национализация в разной формы вот это самая москва 9 это было такой талмуд объектов связи которые переходили сначала там неприватизация сначала москву 9 москве было сделано как вдоль московской кольцевой кольцо цифровое и поставлены были станции отец не аналоговые а уже цифровой передачи сигнал и было жесткое правило что цифровые станции между собой аналогом соединять нельзя только цифры и дальше система от этого кольца по мкаду уже внутрь москвы входили хвосты где аналоговые цифровые с подключением это было связано с первой линии на данью она все таки была извините меня пидеечка все эти линии были пидеечки построение это уже более позднее построение арилеек 140 по стандарту 140 негабит и соответственно все это было это первое на дальнем востоке то что было RGK то есть Россия, Япония, Корея тоже были пидеечки и на юге то есть совершенно на самом деле модернизировать их было невозможно поэтому в дальнейшем все это было пидеечки и силу ой нет я не останусь, там были пидеечки системы вот в этот момент были поставлены пидеечки системы через которые мы все брали тогда канал почему канал был мегабитный и почему уход на ИЗЕЧ, первая ИЗЕЧ система она оставилась вот здесь где Силеева, где ННР, где Силеева нет, это ИИ-1, но ты не мог брать больше а первые системы были вообще ТИВАНы это понятно это первые ТИВАНы, которые мы про все ремейки в Москве были ТИВАНовские а ДИКС это уже Эриксон Сальсона? в Москве там были свои, потому что ДТС никогда не была прозрачной реализации никогда и не будет а в Москве там было как бы очень странное, закупленное, много американцев было господа, я прошу прощения, я очень долго ждал, чтобы задать себе вопрос я сам пришел к вам, если вы позволите я родился не так давно, не застал всех этих проблем, о которых вы говорите меня вот очень интересует вопрос, как люди с большим опытом, мне хотелось, чтобы я ответил сейчас есть проблема такая в протоколе ДНС, так как нет никакого подтверждения ответа всякие разные провайдеры начинают совать нос в свой трафик и подменять ответы от ДНС и почему-то я смотрю, что никак фундаментально есть там ДНС сек расширение, никто его фундаментально теперь не внедряет то есть эта проблема существует ДНС ответы поменяются и быть уверенным, что ты получаешь корректный резон нет возможности все гораздо хуже все мы узнали только вверху первое вверху нет, выше у меня есть ТЛС все понятно нет, вы сейчас получите ДНС-Овер-ХТП и получите полное удовольствие тем более, что последнее, что идет сейчас обсуждение в ДНС-Овер-АТФ увлекательное, потому что это оружие двойного назначения то есть оно может защищать, а с другой стороны оно может привести все к полному бардаку когда любой, который пишет Java привет, на самом деле в общем, сеть превратится вообще в полный бардак Дима, а сейчас еще не полный что ли? сейчас только на 60 процентов а вы с фактической точки зрения ответите остались корректы, да? и провайдер, который поддерживает не помню... ДНС-Курф или ДНС-Крип? ДНС-Крип ДНС-Курф не полетел в реальность я надеюсь, что ДНС-Сек тоже не пролетит хотя 11 офицеров, которые отвечают за генерации крачей но не работают скажи, а что ты боишься? зачем тебе ДНС? я не верю в РИЗОВ у меня сервис такой я понял, а что страшно? провайдер обманывает хорошо, обманывал тебя провайдер с IP номером а еще и гидромиссентр обманывает что ты боишься? клиент не попал на мой узел а клиент и так не упадет на твой узел провайдер тебя может не обманывать ни уровня ДНС он тебе сейчас в бежимпи насует, чего хочет и ты попадешь куда попал и ты про это даже не узнал я могу как-то проверить там ты можешь проверить только одним образом если ты вот к дяде куда ходишь ты знаешь, какой у него ключик и ты проверяешь, что это его ключ ну просто вот ДНС предполагал такую интересную штуку как отказ от ЦА от кардинных сертификатов когда каждый мог подписать свой это назывался протокол Даны Дэйн это... Дэйн 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 это... это лихорайшая попытка Пола Хоффмана спасти глупости с ДНС-секом потому что идея когда по заказу абсолютно ДХС и НСА запускается, проедет про создание еще одной... а как я вам серьезно скажу это такая реализация это классированная разработка этой серии до реализации потому что изначально то, что делалось то же самое ДНС-секом предполагает кучу рутов никаких проблем нет это просто экстеншн, который ты можешь использовать или нет они были удобны для корпоративного управления на самом деле теоретически на самом деле истерику устроила устроена была искусственная потому что у всех была проблема а Man in the Middle известно с 92-го года просто кое-кто как Дэн Каминский решил сам попиариться Дэн еще тот придурок вообще дэн решил попиариться Дэн научился, прочитал и решил свои знания открыть миру через ДНН и через все остальное все конечно сидели и смотрели но Стив Крокер, который как раз Шинкура выполнял заказик для девичек и готовил техническую реализацию это использовал тем более Стив в этот момент достаточно имел административное влияние до последнего времени по прежнему не смотря на то, что шел на пенсию и все это было започено но предлогом все сказали, что это очень опасно я точнее, это теоретически может быть опасно когда повсюду у нас меньше десяти гаммитлингов не будет что им не опасно? а я от Каминского от Кэзи Каминского работает у нас повсюду и линии не меньше десяти гаммитлингов на самом деле не сосать очень быстро споря со всеми ребятами просто другое я прошу всегда ребята, конкретный кейс кто-нибудь поймал я могу устроить кому угодно но их не было последний человек подменял ДНС массово был Джо Костел попросил подменить ДНС и подменили и что, кому-то плохо было? два рутуровых сервера подменили украинцы пользуются блокировка ВК, Яндекс и прочего по указу президента у меня есть сервис где хохлы обходят блокировки ну и что? ну и что там? ну и что там? как у меня работает моя штука? я анонсирую маршрут она только на заблокированной сети так что у них интернет работает напрямую ну то есть не через ВПМ а через ВПМ ходят только запросы с заблокированным сайтом есть аналог в России такой просто вот так нет, я анонсирую по маршруту я говорю, уходите вот сюда на сети ВКонтакта, Яндекса ходите через ВПМ если выходишь в сеть, то все вопрос в том, что в провайдер ВПМ тоже нужно проксировать да, я проксирую теперь в ИНЕС но из-за этого задержка без ОБИ ну извините а в ОБИ волнует только того, кто не имеет просто ОБИС 90% я хочу в ТХТ записях хранить ключи я хочу хранить хранить кто мешает вопрос простой вопрос простой доступ к тебе на твой сервер или твой доступ куда-то если доступ куда-то, то пропиши свой хост файл и не майся вот по-честному хоть как-то просто DNS мог существовать как хранилище какой-то информации так и существуют у них туннели делают когда провайдер не дает но просто есть какие-то проблемы мне кажется есть какие-то решения почему-то никому это особо не интересно ну даже если если вы говорите ну когда можно победить но он не твой он ушел сходи на ETF посмотри материалы презентации ETF в Лондоне ДНС Кэмбл презентация очень рекомендую чтобы понять глубину бедствия с DNS стартовая точка по вашему сколько лет они пытаются ключик поменять ну ключик ключик сейчас ребятам деваться некуда Хохман написал обоснование это он писал потому что Дэвид Крунат сейчас только прикладывается но они написали ОСАК то есть Security Stability Advisor комитет он написал очень интересную формулировку ну мы надеемся мы понимаем что это плохо но нам лучше двигаться вперед чем задерживаться ну надеемся что правление Айкена 14 сентября по-моему и должны примет во внимание все точки зрения то есть всем подложили газету вы знаете что вы сейчас сделали есть такой анекдот когда шесть негров насилуют девушку что сделать на кеме мячик ну я просто смотрел в размясание и понял что здесь я смогу я впервые верю чтобы вы это сделали я не сделаю я не сделаю значит коллега видите есть как бы разные взгляды на проблему сейчас как минимум три озвучены да есть еще один совершенно другой взгляд значит поскольку нас в свое время с коллегами приглашали как раз в одну из группы ETF мы правда с радостью избежали этого правда полгода пришлось потратить значит то я все это исследовал именно этот кусок есть замечательная статья DNS Security Historical Perspective значит это 2006 год товарищ Галвин шикарнейшая статья вот с 2006 года ничего не изменилось ну а что там изменится она замечательная она дает ссылки на все РФСшки вплоть до РФСшки 1977 года и далее там предлагаются решения значит эти решения потом обсасывались соответствующей группе как раз на лондонскую встречу очень хорошая ссылка она же по-моему весной была да 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 значит там до сих пор обсасывается точно то же самое значит на IEEE есть прям набор серия статей они все друг на друга ссылаются где описываются все значит отходы в сторону каждый из этих отходов начиная как раз от SEC и так далее да что предлагает он предлагает извратить исходную суть DNS как двухстороннего да дерева у тебя с одной стороны есть руты которые позволяют тебе сделать машиночитаемое имя то есть IP адрес да и есть сервис quiz при этом любая попытка это сделать SEC во что упирается здесь вот замечательный кто сказал самое главное да Игорь вы по-моему да значит когда мы вот когда мы днс про гегграв это шедевр значит когда мы говорим что нам нужно присолвить человеческое имя да мы должны понимать цель с которой мы ее рисолвили целей несколько да но вот DNS это не только IPшник да нет это еще и txts sfp там да да значит как только мы как раз говорим про как мы идем записи серверов да такие зачем мы это делаем значит обычный человек он сталкивается только с тем что он написал яндекс ему дается пишет значит все остальные кто свой сервер держит если вы свой сервер держите что вам важно чтобы на него достучались правильно вообще к вам вас услуги . удивляет когда вы на свой сервер не важно чтобы до него достучались ничего подобного то что делать ничего подобного ничего подобного сейчас я предлагаю с другой точки зрения что есть у нас замечательная структура и заодно какой-то там не помню какой связи уже неважно они-то сейчас занимаются диджитал не помню что но ты им предлагаешь сделать святое пойти к другим министерствам сейчас и сказать ребята а давайте мы примем какой-то нормативный правовой на на самом деле надо отвечать по 53 ну благо министерство это не пишет официально и все остальное у нас специальная коробочка ревизоро такое у вас коробочка от виртуальной машины внутри будет так у нас много чего хорошего лежит коробочка другой коробочке которая обеспечивает для этого ревизора комфортную среду существования иначе же штрафы при этом как мы знаем есть более сильные методы например можно реально подключить gsm-modem спросить какой-нибудь билайн а правильно ли правильно тогда отвечаем правильно есть такая технология говорится вот как-то даже статейка была редупликацию днс запросов собственно попытка сделать хорошо в российских условиях придет потому что будет еще лучше то есть если все будет продолжаться то открытая передача имени то есть в любом видео в отличие от штепес она уйдет в прошлое всем будет весело ты говоришь про штепес забудь про штепес включи файерфокса потому что заголовочек сейчас позволяет 5 системой нормальный нормальный дпиа и по СМИ нам будут баленты если мы уберем, то будет великолепно еще раз, люди закупают и дразнятся тем, какие фагос закупки будут массовые закупки в плен я сам не могу пользоваться в России интернетом, у меня полный интернет не находит у нас же есть репозитории никакие я говорю в принципе про суть интернета меня, например, не устраивает, что существует такая возможность где он свой интернет? я не волнуйся, потому что все равно а то участки атлет сядешь туда и будешь аж кармин сделать мы все блокируем первый этап, блокируются наши сети следующий, помоги всем замечаниям когда, например, питерский выход Рудцентра записали как Тегеран я получил все удовольствие, что такое цензура в отношении Тегерана я вот к истории немножко подойду давно-давно на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета было вай-фай, купленный вай-фай тоже некоторые из них, они позволяли предоставлять доступ к книгам библиотечной базы данных купленной базы данных, вай-фай точке что-то я понял, что плохо на юрфаке взял две точки и повесил на них СПБИУ такой открытый вай-фай и некоторые сотрудники в те времена, в 90-е годы работавшие в Санкт-Петербургском университете привыкли к тому, что открытый вай-фай есть когда сейчас они приезжают на библиотечные университеты там один из первых вопросов что? а вы что закрыли вай-фай? а почему? понимаете, да? плохо, что не понимаешь так вот, ситуация такова, что некоторые люди, которые раньше работали здесь а теперь работают там все-таки некое представление о том, что сеть должна быть и желательно, чтобы работало, им нет это хорошо ну так вот да, несомненно вы все обсуждаете в масштабах РФ почему? не в мире это общее понимание того, что нормативные правовые акты и возможности должны быть но работать все-таки надо и когда все-таки некоторые сотрудники вот тут упоминаемые там, господа, которые там курировали интернет в университете, там работают там рядом с господином Малателчановым вот они плохо работают с компьютером а более там, не знаю, молодое старое поколение которое там душе пустое оно все-таки некое представление, как работать на лартопе имеет и что интернет должен быть это большой бонус оно важно оно сформировано годами работы что он должен быть вай-фай должен быть не надо бариться и соответственно когда приходит уважаемый госзятинадзор он понимает, что где-то там можно там потребовать, чтобы резиновый коврик был он приклеен к резиновому голосову прибит к стенам на одном из узлов положен с галошей коврик а в другом он говорит, что ребятушки вы здесь, пожалуйста, чтобы на набережной открытой зоны не было видно а то как это нехорошо получается у нас там все пишут в отчете вот такой злодеи да а то разные там наши злодеи потому что все же понимают что это некий бред этот бред должен существовать чтобы кого надо кому надо можно было взять да что надо я предлагаю вернуться к плану у нас там нет, хороший вопрос хороший вопрос, хорошо у нас там про РАИС начиналось я понял, что про РАИС про это чейндж-плидерс что мы доставали приятно а в своё время с какой-нибудь моск сплату и домены который если знал как строилась почта мог получить домен бесплатно зачем отдали РАСАНГЛА? к Платону зачем зачем кажется это налог я напомню СЮ делался на ДЕВЭС затем из ДЕВЭС когда мы разругались мы вышли из МВЛТ потому что все было с нами не на МВЛТ аааа нет после этого было просто спокойно все равно учитывая все дрязги московские между всеми что нужно таким разным человеком оказался Лёша поэтому все остальное было учитывая что и все проекты на тот момент у Платонова было тренд и я не могу сказать что Лёша что-то неаккуратно сделал более того когда он почувствовал что мешанины денег ему одни деньги не для других как бы будет вот собственно говоря здесь не столько со стороны он уже на самом деле Лёша готовил как бы ему выйти последний толчок был со стороны рейболь для создания концептов рост рост я поясню не публиковали то что колесников мог стереть протоколов с сайта но они были изначально и очень честно говоря эти протоколы я не знаю я сейчас не знаю всех этих редизайнов и прочее что там сейчас найдешь недавно искал находился не я как бы обсуждение было спокойно раздали это в разные истории и все количество в целом я могу сказать что например по москве москву как как помойка третьего уровня еще немножко сохраняется она чистится быстро кстати чистится уже не по бужевским запросам у нас мейджоры голливудские очень быстро отслеживают где появилось главные жалочки понимаешь основная работа это на самом деле отрабатывается запросы бейджеров то есть всех этих просто замечательных ребят которые очень неплохо этот момент когда пришлось платить географический домен мы так называем это называем третьего уровня я поясню как фаэтит вот я про президиум фонда который ведет и москву ведет эти домены большую часть для многих людей в том числе это окончательно что интернет стал полностью коммерческим совсем а в америке интернет был изначально некоммерческим запретом коммерческим структурам заключаться исключительно для для образовательной системы для еду и для вояков для государства клинтон издал указ о коммерциализации интернета государство из госбюджета США финансирует тем же самым университетом и вояком всю эту хрень а остальные кто хотите и подключайтесь платите денежки нет замечательная вещь на самом деле вообще его передали в управление с расчетом что за счет этого будут финансироваться митинги IT это то что теперь называется интернет в тот момент фактически без конкурса но теперь на паблик интернет это все интернет society я очень люблю теперь организацию хотя в свое время на раннее зарождение в двух членах затем они нас всех потеряли выговорят вас не было это было первоначальное идея как координировать деятельность по планете полетела клиентовские ребят сказали нет свободы вам не видать будете делать как мы скажем поэтому интернет сайте надвинули в сторону был рядом остался рядом с этим и был запущен процесс айкэн но я признаю что по сути идея айкэн очень простая это попытка обыграть модель альтернативы организации объединенных наций то есть строить бардак по координации во всем мире то есть поставить по сомнению все правительства их дееспособность и профинансировать неправительственные организации и получать удовольствие кто умеет управлять этим протоколом по другу так вот финансирование всего это интернет сайте пир нет чтобы понимали на момент перехода то есть то что называлось тогда НСАЙ они держали Орнерф у них был фонд 2 миллиона они получали 2 миллиона 2 миллиона у них была отложена поддержка этого 2001 год сейчас имеем цифры пир имеет 65 миллионов дохода 40 миллионов он дает интернет сайте на ИТФ тратится по-прежнему 2 миллиона остальное на пакет гражданских движений по продвижению на массе по планете ну нет вы забыли там еще 20 миллионов на получение удовольствия для руководства просто больше организации с зарплатой нет не про нонфопов организации с зарплатой до полутора миллионов в год руководитель я не встречал на планете вернемся к интернету сколько там задано в Питере насколько я помню первый марсово поле на марсовом поле стоит а потом вечно народ что-то такое альтернативное пытался причем история с тряпочки кто-то помнит начинал с того что у нас по моделам xl 19 200 не работала до марсового поля выделенка нормально и надо промежуточную точку и в какой-то момент у нас собственно связи с тряпочку бросили два стопарных кабеля потому что бросать так бросать и положили там взяли комнатушку маленького в подвале и поставили там два модема один туда две парамодем другая все было использовано аж 8 модемов два параллельно две пары пророчная точка роузером под бездя один один и на что нам ректор тряпки говорил волшебное что вы понимаете вот вы там сидите а нам интернет давать не надо потому что на свои провайдеры у нас там все хорошо ну ладно поставили потом в какой-то момент приходит рекорд и говорит слушайте а вот интернет работает а бросьте мне из интернета ладно нам бы как бы у нас начальника говорит слушайте дескать а вот можно мы как бы вот как бы вы своих людей готовы отдать все это мне и так далее это лень это недалеко это лень это процесс потихонечку в тряпке как-то с командой ты знаешь это может 92 93 когда мы выделим нет нет выделенку мы клали до маркса в поле что-то не наполнил что-то не наполнил пришли все-таки приходит кольцо и обратно уходит дискуссно резать не резать резать потому что там собственно этот самый технист они 100 метров от тряпки и пришла такая хорошая красивая дорогая качественная неконцованная медь были вызваны специально дрессированные люди которые танцевали переносили но потом понятное дело оптика пошла но почему-то в городе с оптикой было очень тяжело хорошо ее клали после весеннего половодия и была еще мистическая оптика академсеть мистическая академсеть представлялась непонятно когда уложены медные трубы в этих медных трубок в масле советское волокно и специальные люди собственно в пиране на 14-ти линии был дядька который брал лазерто чисто механически причем я помню там одна рука не работала или не было и он это творчески настроил прикапливал капли клея и говорил ну вот теперь только не стучи не дышит он работает это были такие десяти мегавитные вот такого размера самопальные прием-передатчики мы затащили Леша после был заместительным руководителем таможни службы России о как ну в общем то мы клали оптику до здания которое напротив университета спиран там сайдер стоял как я сказал 175 но шикарным большим монитором объект зависть и там собственно эта оптика шла но шла как-то мимо ну не концом нормально было и не работало потому что все нормально мы настроили эти супер самодельные модемы а жаль было нечего и собственно с другой стороны нам ходило в городе было два таких провайдера исходно каи ирком вот каи как бы эту университетской можно сказать ветка чечки команды мошков как директор чечек тимонин хватов а какой-то а зарком собственно не может рассказать собственно со стороны спирана вот и в общем то какие-то странные люди соства делали там кооператив и торговали компьютерами на 486 собирали такие рекламы стендерские начинали на бирже алиса все начиналось вообще чудные люди вот и собственно и туда устроился на полуставочке почему не скажу что она приходит на работу к девяти я пришел к девяти и начал все перебирать вообще ничего не работает я работаю я все перебираю а то что у вас нет так я же работаю вот у вас и не работает больше я к утру не приходил и сделали мы туда оптику да собственно спирана из университета там университете был какой-то cpi делаю на работу не ходить зарплату платили притащил туда к ним к этим супер куберкомпьютером воли где была уже локальная сеть все понтово все там накуплено выяснилось что наской линуксе нормально не роваться ни почте ничего не поставить скотина желтая третья скотина третья унифс нет он не линукс никто был поставлен на какой-то вонючий офисный компьютер с полудохлой с неработающим видеодопром без диай он там все работает и тут вдруг выяснилось что коллеги которые паяли собственно эту самую оптику сказали что мужик а нам бы тоже интернета было ну вопрос мы берем шведский степлер у шведов тогда привезли рапидовские степлеры которые занимались тем что вспирание алюминиевые перегородки это же такое альтишное степление советского союза алюминиевый перегородок и стекла куда придется рапидовский нержавеющий степлер вбивал стальную скрепку в алюминий только надо было жать как следует соответственно было взято некое количество совершенно вонючего неочевидного черного тонкого как сяло и куда попало со словами мужики у вас тут эзернет есть а что это ну это вот из компьютера такая плата может торчать может где-то найдется о в некоторых было и соответственно что попало было как-то соединено что было забавно через две недели после того как мы прибили этот кабель и дали какой-то халяву все да раздали интернет того у кого был эзернет на ученом совете спирана поднимался вопрос как бы нам сделать интернет в институте и сколько денег на это выделить правильный вопрос не было фиерическим потому что у нас же уже как-то работает как работает ну как вот работает как ребята кто тащил вот тут кооператоры сидят у них то может работает но мы не им хотим заплатить в общем ситуация была совершенно бредовой бредовая ситуация в те времена еще вот хорошо иллюстрируется первым учреждением медицины подкручиваем к интернету был это ремонтная фабрика который институт институт находится рядом с университетом там как бы был такой Денис Лопатин который собственно можно сказать главный акушер гинеколог среди айтишника по этих гинеколог он там активно следил суетился так интернет хочу ну хорошо надо трос и за какие-то совершенно левые деньги если не с бутынки приехал в нем свет и протянул осветительный трос они сказали что трос мы протянуть не можем мы обязательно поставим лампу ну ладно мы поставили трос поверьте а где лампа мужики вам же трос был и к этому тросу как-то был как сяло причем как сяло был выполнен с другой стороны сгораемые устройства потому что на каждую грозу появилась фирма SouthJoyce может быть известная в те времена 69 дпс SouthJoyce в какой-то момент начал торговать эзернетами смс-шными которые полнонавок WD-8013 это замечательный эзернетинг который поддерживал любой бездель им сказали ребята вот этим надо торговать отличный эзернетинг только выяснилось что их выпускают больше не выстрелить смс лапка с пожизненной гарантией они там предоставляют эзернетинг наступает гроза я говорю у меня пожизненная гарантия я показываю плату у него есть уголок и нож все равно испарилась заводской номер вот я вижу остатки можно определить так говорят поменяли и сколько раз так было? не ну молния попала один раз конечно она могла вышибаться но так чтобы именно штрозом залепить это удача была причем до сих пор на этом тросе на соседнем на самом деле аналогично проложиваем висит бэкапное электричество эспирана про которое мы никому не говорим потому что когда включают в университет у нас дизеля не было это электричество обычно есть то есть там взяли от розетки протянули провод вот технологии производства при этом естественно никаких денег это вот ты не брал это с интернетом как-то растащили по палату нашли какую-то дохлые вай-фай точки опять же технологию да например покупается какой-то энишит энишит это например кисковские точки от которых одну антенну украину из трех ну так вот и соответственно эта радость пионерская вешается куда-то там и в палатах появляется интернет где они приходят им говорят вот у нас бесплатный интернет то есть большую благодарность директору которого внезапно узнаешь что у него есть интернет вот это обычный шель 90-х годов то есть за счет энтузиазма делается странное потрясающее ну потом а надежная история может быть кто-то связан с политехом никто там политех не кончал я не кончал политехом история был такой холли спирит известный библиот холли спирит бла-бла значит политех большой мужику тоже нужен какой-то канал организовал на этих самых зигселях какую-то странную выделенку это был это можно сказать по фидопойнту дядька Медников у меня была маленькая лаборатория в этой лаборатории почему-то были саны просто саны какие-то саны связанные в локальную сеть какой-то без интернет плохо ну ладно вопрос в паске была налажена доставка большими контейнерами с любых товаров в начале зеленоград затем был принесен по стране выходили халяву в нюблике халяву да что делать подключить значит мужик приходит приносит два модема где-то купил один выпросил а другой он приехал куда-то за бугор ему дали у которого подчинили в общем звонить он как-то не мог крылышки видимо сдохли а на выделенке он жил замечательно 19200 такой с зеленой мордой замечательный модем все его помнят ах бездорберов ладно мужик подсоединяет домен регистрирует у него там как-то TCP IP немножко ходит на 19200 на самом деле на 9600 потому что там много через пару недель приходит уважаемый человек который очень часто уважаемый человек в политике говорит ты можешь на время канал ему выключить? зачем? ну как говорят у нас тут заседание руководства надо организовать интернет для политехана так уже есть вот потому-то и надо выключить ну ладно говорю ну а про Федо то сегодня скажете Федо был в прошлом году а вопрос да 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 еще раз еще раз про пользователей как в 95-ом году просто опять же в 20-м году уже пошли в очередях нравов вот редакции глубоко Десипенского и полностью Кикивистского журнала новое время мы сами провели интернет да изгнали из продовольственного банка да за глубокое раздолбайство да и он обладая волшебными знаниями как продукция интернета интернет провел локальная сеть в ней появился интернет да он мог работать только на операционной системе ОС-2 неважно почему отумеваются и вот пришло все начальство журналисты ну как журналисты встречаются с интернетом то есть генеральный главный детекторат да известили пришли и склонились над компьютером значит в целом было непонятно полная дрянь гофер еще что-то а вот это ваше ХТТП никогда нам не понадобилось и разошлись когда вы знали какая ссора знаешь как все это началось я приехал в Питер в гости к друзьям моей жены пропил здесь все деньги мне не хватило денег на обратный билет зато я убедил Арисова что ОС-2 это офигенно и мы с ним на собаках вот всех на электричке уехали в Москву писать игру под ОС-2 после чего он у меня года три живой у меня за занавеской и сейчас вот этот самый банк потом был а вся эта история которую ты рассказал играть в ханерах? играть в ханерах? нет ну игру мы бросили потому что у нас два банка у нас два я найду может вам не подарили недавно коробочку расскажу немножко про Федо чуть-чуть пару слов что же самый 90-й год вся эта история параллельно подключение к интернету ровно параллельно на дискетах распространяется журнал на дискетах чуваки пишут статьи собирают их на флопики и народ друг друга переписывает вот и я получаю очередной номер такого журнала и там статья Игоря Свиридова из хер хер а? тот самый хер да 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 который рассказывает что вот есть такие какие-то такие странные вещи мы да мы смотрим у нас такой ящик с железом таким компьютерным выдергиваем хрен слушайте это кажется модем похоже что чувак отпишет по моему вот это у него есть разъем для телефона судя по всему и мы находим какую-то программку стекаем это модем подсоединяем к телефону звоним и там правда реально отвечает модем это была кремлин ББС который содержал поляк между прочим и москве уже взводились ну мы взводились никого не было вообще никого не было в этот момент было по моему узлов десять наверное фидов значит на всю на северийсайский союз к чертой матери вот мы дозваниваемся докапываемся до этого самого дела потом быстро добираемся до первых узлов потом мы запускаем потом я уже региональный их координатор резко все происходит и как бы я вроде присутствую и в интернете и в фиду мало было рассказал к нам как представитель общественности а к ним как то есть меня тебя не любят ни там не так эти считают меня интернет-фидошником давайте интернетчик вот значит и поскольку фидо было офигенно очень хороший редактор емейлов назывался шикарный кто-то потратил у меня полжизни похоже а значит в интернете вот этот комплект который был к он был такой в общем такой тоскливый я ну я же в общем не ленивый человек я сел и вечерком накрепал себе две утилиты которые тупо конвертируют формат письма значит вот фидошный вот приклеил голдет к UPC спокойно читал емейлы и писал их и было мне счастье и приходит ко мне случайно Сережа этот самый который Ренет Рыжков приходит ко мне в гости пить пиво это вообще было время полнейшего расслабленности раздолбайся вот такого приходит он совершенно ни о чем потрындеть пивка побить а я кстати так в процессе ну смотри видал охреновина очень удобно смотрит на это а ты только для себя я кому-то может понадобиться а можно чтобы другие фидошники типа в принципе ну там парочку строк кода носи чтобы там парсила какие-нибудь адреса ну сделай я два вечера я приклёпываю какие-то куски кода и значит уже получается что это можно почту из фидов гонять в интернет я пишу там паре друзей как-то тестируем как-то все проходит звоню выявляется шлюх между июнями слушай приходит Рыжков ну-ка еще вот я говорю слушай получилось нормально все работает а теперь как надо это типа как бы это сделать чтобы оно вот публично действовало а что делать надо чтобы в интернете на меня значит роутели адреса вот такие такие-то которые в фидо конвертируются а я я уже в это время кусался в этой команде но все-таки Бардин это был такой Бардин великий и ужасный к Путину сходить в общем менее страшно сейчас и я договариваюсь приехать встретиться к Бардину на самую учениковскую вот и весь так например прийти сейчас и сказать ему давай вы будете бесплатно гнать на какую-то толпу народу трафик непонятно за какие ковришки непонятно как надо его уговорить убедить его значит какие-то аргументы привести в то время каждое письмо в брелкоме оценивалось отдельно деньги стоит и в зависимости еще от того на какой адрес это как бы надо прийти к коммерсам сказать давайте будете на халяву непонятно кого и зачем я полночи мучаюсь не сплю придумываю аргументы потом еду в демос приезжаю там все парнин а как раз приходили мужики подключался узел типа из Сочи или из Одессы вина привезли садись стакан не наливает что приехал-то я начинал стакан вырезали спокойно вот мы тут сделаем ну вот такое классно а что хочешь ну вот хочу такие адресы к нам бесплатно шли а ну хорошо я я готовился к войне к страшной кошмарной и тут ну что завтра готов завтра включаем все понеслась дима не помнишь который появился раньше вот твой или женщина ну за объем смотри мой гоняешь но с другой стороны все равно все равно Черкаш он запустил лет через пять после этого там потом было еще два проекта был проект Ивтико по-моему который гонял через tcpip вот этот вот самый да и потом был проект который сделали в демосе он был по-другому реализован и через него тоже погнали трафик и потом запустили связь между нее с группами да ты это не путаешь я к Женьке к Черкашину домой заходил на этот самый шлюш живьем смотрел на холодильнике стоял в тот же самый день вот когда к тебе домой заходил это это было явно не явно раньше 96 года конечно потому что я спустил наверное в 92 не соврай на тот момент по-моему у тебя вообще шлюза не было а у Женьки уже на ИСО ксениксе стоял этот самый шлюз мой был первым в каком году? по-моему 91-92 год вот у Черкашина тогда это все казалось это вот таким но это прошло много-много времени сейчас все схлопывается да тогда тогда каждый телодвижение это новый этап новая жизнь еще раз вспомнил кооператив суперфизика который сделал мини-пост отдельную почтовую систему которую продавал за деньги зато в красивых коробочках зато у них было красиво под виндов с таким в коробочках ну там красиво там был такой причем это всего пять человек там он писал побольше движения верняковский сейчас он где-то там штатов он такой двоицы крызы там комиссарчик рулил у Ливона Григоря то есть люди такие вот чек пять сколько и они собственно сделали просто почтовую программу и торговали как объектом и народ ее покупал причем университет купил хорошую лицензию на доме то есть мы в нашем доме не могли всем ее давать вот и она только домен обслуживался специальные причем программа была цена там была какая-то серьезная да нет их не изменяет память ну поскольку тогда вот уже дороже уйдя из университета командовал одним из интернет-ровайдеров в Питере нам вот самый год коробочек притораканил чтобы могли клиентами продавать те кто желает на тот момент эта коробочка с этим супер хвостом она стоила приблизительно как год пользования интернетом ну хорошая программа была она была под виндовс да под третьей виндовс со строением с ЮПС она была менее надежна чем ЮПС но красивая как мы сейчас отсюда выгнаем мы уйдем в этом мячик кончился большое спасибо что принесли столько всего интересного рассказали в следующем году мы закроем пятилетку 95-ый год тысяч вот и может быть особенно тем кто в Питере живет может быть имеет смысл как-нибудь вас тоже звать на АТЖМ ну вот на такие небольшие скотки потому что то о чем вы сейчас говорите об этом ну как вы понимаете из вашей головы никто не вытянет у вас бесценное знамение поэтому большое спасибо я считаю эксклюзивный первый ивент мы его записали надеюсь в смысле что знаешь надеюсь спасибо вам большое спасибо